всем привет кто к нам только что присоединился мы с вами смотрим полуфинал месячного финала да тавтология получается да ну давайте попробую более подробно объяснить у нас сегодня играется месячный финал политжет стрим то есть играют 16 лучших игроков первых трех недель и сражаются не сейчас не за 100 долларов а за видеокарту разыгрывается у нас полит gtx 660 ti если я не ошибаюсь и в данном случае это уже полуфинал осталось его на себя четыре игрока в данном случае у нас играет стрелок против сливки сливка у нас появляется сверху синий зерк стрелок снизу зеленый терн в другом полуфинале у нас сражается оставшиеся два игрока это браток и ноу-нейм 4 терна один зерк причем у сливки последнее время никак не получается нащупать игру очень часто проигрывает очень сильно из-за этого рейджет возможно эта игра не будет исключением женя очень неплохо вчера отыграл но к сожалению не смог выйти из третьей групповой стадии если кто-то смотрел у него во второй групповой была достаточно сложная группа у него играл во-первых крейц во вторых у него был один из лучших тернов европы это люцифрон и у них получилось так что пришлось делать переигровки причем отыграли одну переигровку вторую переигровку все равно не смогли найти кто же пройдет вперед какие же игроки получат место в третьем раунде в конечном итоге кидались монетки но дело свое сделали эти переигровки женя очень сильно устал и сил на третий раунд уже вернее на третью групповую стадию не хватило а жаль очень хотелось бы конечно чтобы наш игрок прошел еще один игрок прошел в топ 16 тем не менее два игрока у нас там дрем хаке есть так что уже неплохо я конечно же расстроен был что не прошел стрелок и также был очень сильно расстроен что не прошел хэппи за что приятно что кас смог одолеть это все ну и конечно удивил очень сильно варди варди пожалуй ему немножко повезло с тем что есть в группах было очень много протасов pvp его наверно лучший матчап повезло что не было сделано вернее не было терна не было раз с более сильными юнитами выйти в топ 16 конечно же для него это шикарный прогрев однако вернемся сюда стрелок играет через фаст экспан конечно же будет играть через механику это его любимый билд ордер сливка отстрел себе экспант газ пока что не добавлял и пока что отстраивает экономику видела ли он оверлорда что там будет быстрый команд центр да видел да знает и тем не менее заказаны пока что две королевы сейчас будут заказаны еще две прямо амината напоминает один в один стрелка отстрела рипера рипер конечно же ставит перед собой цель не столько убить что-либо сколько узнать есть там газ нет там газа есть там роуч варен нет роуч варена нужно бояться или можно играть спокойно заказана факторка делается под нее реактор несколько рановато наверное реактор был заказан или несколько поздно дело с factory как правильно стрелок запрыгнул на main ничего там не увидел но надо еще пробежаться по натуральной базы однако рипер довольно серьезно накоцан начинает он лечиться и тут появляется уже вторая королева на самом деле это 4 так что рипером тут будет пробежать уже не так то просто все реактор готов factory готов меняется местами барак с фактор очка кстати говоря я был не прав по поводу что слишком рано был заказан реактор делается 2 гиллиона 2 гиллиона теперь попробую сделать то что не получилось у рипер заехать натуральную базу но кстати вот они уже рабочих могут пожечь очень классно так рипер контролирует башню злонага 18 рабочих у зерга на мэйне 19 же добавить минералы на натурале поехал дрон ставить базу номер 3 мне бы хотелось конечно же увидеть чтобы пораньше это делалось рипер еще раз запрыгают на main чекает до добавили на 2 газа вот буквально только что надо теперь спуститься натуральную базу пройти чекать что тут есть строится спайр и пройти посмотреть что это за станется окей жертвуя своей жизни он видит что делается два эволюши на заказу рауч варен и теперь евгений сто процентов знаешь что делает его соперник против чего он сражаться он сделать четыре гиллиона пока что никуда не спешит ждет когда появится медовак и можно будет сделать перед ропу гиллионами выехал в центр карты видел это конечно все оверлорд сливка в курсе дел сливка расставляет очень прикольно своих оверов нужно отдать ему должное вот это разве что висит не очень хорошо лучше было передвинуть его куда-нибудь вот сюда на вот это хайграунд а здесь конце концов есть криптумары они тоже показывают нормальную разведочку гиллиона пытается проехать ничего у них не получается медвак палится перед овером овер взлетает на main к стрелку видите такой беспаленный перед роп который забирает двух албатов и наблюдая 3 factory понимая что это конечно же механика но раз это механика значит можно попробовать сделать например перед роб и со мной соглашается сливка он заказывает себе апгрейд на транспортировку овером причем уже заранее был заказан апгрейд на скорость им же так 2 халбата высадились ай-яй-яй-яй одного гиллиона не успевает подхватить стрелок заходит халбатами блокирует королеву гиллиона тем временем врезается в рабочих один залп не очень удачно второй залп тоже не пошел ой-яй-яй-яй ну как же так получается не до контроля сейчас стрелок рабочий возвращается можно было сделать еще хотя бы один залп но нет сколько же не убил рабочих хотя бы дома было убивать четверых странно оказалось что он вообще никого там не убил для такого перед ропа в принципе чертовски мало к счастью выжили халбаты они могут вернуться попробовать теперь напрячь базу номер 3 но конечно же понимает это все сливка он практически всеми войсками убегает именно на третью базу и это логично вы знаете очень часто игроки когда делают десант он не делать начале допустим дроп на мэйн не получилось они забирают летят сразу же ну то есть летят на крайние базы туда-сюда 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 и зерги в конечном итоге привыкают они начали защищается здесь потом сразу бегут защищаться сюда отбили здесь убегает на мэйн и как правило угадывают у стрелка тем временем делался апгрейд на атаку отстроено очень много хелбатов есть четыре танка работает сразу же одновременно четыре факторы причем две из них на реакторе то есть хелбата строится с нереальной скоростью так сливка вроде как собирается делать свой дроп уже на этот раз забирает он тараканов вылетел вперед оверлордами причем оверами старается не палиться но тут появляется викинг он видит что есть апгрейд на скорость и чуть-чуть не замечает вот эту толпу оверлордов если он заметил то уже не стопроцентно что сейчас будет при этом стрелок спускается на лоу граунд встречает тараканов раскладывать один танк отступает назад теряет хелбатов теряет второго в отмеску убивает 1 таракана накоцывает еще двух но таракан лечится довольно таки быстро так убил еще двух тараканов потерял еще одного хелбата бой продолжается танкер складывается надо быть очень осторожным сейчас сливки возвращается медвак назад можно подлечить сейчас хелбатиков и наверное имело бы смысл построить еще парочку еще парочку медваков викинг убил одного оверлордов убил 2 увидел всю эту толпу рассекретил тебя сама плана зерга должен летать дальше фокусить оверов везде по карте стрелок сейчас может слить два танка глупая отдача непонятно что они тут вообще делали эти два танчика а терять их ни в коем случае нельзя было же не забирает свои войска уходит вперед и тут же получает вливание себе на натуральную базу и защищать нечем защищается сейчас пока что только два холбата танчики на танка раскладывается на хайграунде аси вишки пытаются куда-то смыться таракан пробивается платье по сразу выезжает еще больше сию что блокирует проход на танки слоу граунда видит ой прошу прощения таракан видит танчики слоу граунда начинает их расстреливать один танк упал второй танк упадет очень скоро это бы строит сейчас конечно туда строится еще войска а я пытаюсь остановить тараканов тут тараканов очень много их 24 особо их останавливать нечем и не получится сливки наверно нам заказывают вот здесь вот рядок санкин у него есть 1300 минерала почему бы не сделать сейчас санкинов штучек десять просто для того чтобы не давать кушать терна очень неплохо тут у нас ждали прохода терна таракан заходит плату убивает один так второй танки надо сфокусить в первую очередь убивает 3 убивает 4 2 танка сегодня все остается при этом он успевает убить еще и очень много халбатов и в конечном итоге выигрывает первую карту 1-0 пользу сливки тут стрелку конечно же ничего не светит он продолжает играть но тут заказан спайр поэтому особо зданиями не полетаешь здесь никто тебе не даст таракана блокирует абсолютно все и стрелок сдается gg 10 пользу сливки у нас как всегда реклама между играми и ждем вторую карту которую должен быть теперь сиделок создать и а а а так а а а а и и и ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы переходим к второй игре. Стрелок у нас появляется снизу, слева сливка появляется сверху справа. Тут только как раз по позиции. Оба игрока об этом прекрасно знают. Так что овердорт летит сразу же туда, куда нужно. Женя еще раз попробует сыграть через механику, я более чем уверен. Ну, наверное, ему не стоило идти в атаку сейчас. Он знал, что там есть дроп. Может быть, рассчитывал, что тараканов будет не так много, что слишком сильно ударил это по экономике зерга. И зря. Как мы видели с вами, отбиться стрелок не сумел. А пока он сбривал третью базу своего соперника, там сливка уже надела настолько много войск, что отбился в чистом поле. Хотя у него было еще тысяча минералов в загашнике. То есть он мог бы сделать еще плюс 10 тараканов. Так. Ранний спауник пул. 10 пул от сливки. Попробую наказать столь быстрый командный центр стрелка, но и стрелок меняет свою стратегию. Он заказывает себе барак, добавляет себе газ. А значит, вот эти быстрые зерниги он вряд ли что-то сделает. Плюс 2 экстра дрона, только затем будет делаться овер. Тут беда не в том, что дронов будет мало, или дронов будет много, или оверлорд поздно, или рано. Беда в том, что личинок будет недостаточно. То есть не получится заказать сразу 6 зернингов. Достраивается спауник пул, достраивается оверлорд. Но это не беда. Не такая уж большая беда, как я тут обрисовал. Сейчас появится еще одна личинка, сейчас можно будет сделать еще двух зверушат, и они, конечно же, пригодятся. А может быть, не пригодятся, потому что тут проход, чтобы тут закрыть, достаточно построить еще один суплай. У нас делается орбитальная станция, у нас заказан рипер, зернинги, побежали. С клика ставит себе хэтчери, но, правда, довольно-таки позднее. А у стрелка сейчас копятся ресурсы. Поскольку рипер делается долго, и заказывает какие-то другие боевые юниты, он не будет. то, благодаря такого вот момента, он сможет заказать себе достаточно быстрый командный центр номер два. Итак, рипер пошел вперед, видит зерлингов. Моментально регерит стрелок, сразу же начинает хитн ранить, поднимает суплай. Тут, конечно, зергушат в открытом поле ничего не светит, пока у них нет апгрейда на скорость. Рипер убил одного зерлинга, убил второго, и может продолжать кромсать это мясо. ACV-шка спускается вниз, зерлинги ее не видели, судя по всему. Прибежало еще два линга. Рипер запрыгивает на хайграунд, просто издевается он сейчас на зерлинге, зарабатывает себе уже четвертый киллз и идет за пятым. Команд-центр строится сразу на лотграунде. Понравилось это все стрелку, он заказал себе еще и второго рипера. Пятый зерлинг падает. Еще три есть. Еще есть три зерлинга, которые тоже можно будет добить. Следующая цель, конечно же, рабочая, но... Сливку отстроил первую кролеву, заказал вторую. Два рипера запрыгивать будут на мейн или зайдут на натуральную базу. Посмотрим. Два зерлинга никакие проблем риперам сейчас все равно оформить не смогут. Стрелок запрыгивает на хайграунд. Расстрелил сразу же еще одного зергушонка. Последний пытается смыться, у него получается. Хоть кто-то выжил. Хе-хе-хе. Семь киллсов. Вот это крутой рипер. Сам начало игры, а у него уже семь киллсов. Стрелок благодаря такому удачному началу заказывает себе еще один комбанный центр, достраивает флекторку, отстраивает реактор под нее. Ну и с тремя риперами, то уж точно надо подниматься на мейн, пытаться убить дронов. Тут уже две королевы, но все равно это не беда. Три рипера, в принципе, и против королевы могут сражаться. Просто надо отводить риперочкам. Они лечатся куда быстрее, чем Квина. Ой, появляется третья королева? Ну, вот это уже опасно, зато на мейн можно запрыгнуть. Стрелок не хочет. Знаю, что королевы, конечно, туда сейчас передвинулись. Сливка отстраивает себе газ. Рабочих у него пока что маловато. У него всего-навсего 25 дронов против 22 зивишек. Это действительно мало. При том, что тут уже вторая орбитальная станция отстраивается. Сейчас будет строиться еще и третья. Фэктори занимает свою позицию на реакторе. Отстраивается еще одна факторочка. Ну и риперов. Риперов надо использовать дальше. У Сливки заработал первый, второй газ. Заранее туда выстрелили бы по три рабочих. Так, риперы заходят. Ай-яй-яй, попытались отфокусить дрона. Не получилось. Мне кажется, можно было действовать смелее. Можно было пробежать дальше, убить дрона, запрыгнуть сюда вот. И здесь пробежавшись, убить еще одного дрона, а потом спрыгнуть где-нибудь здесь. Но Стрелок не знает, что там есть, поэтому не рискует. Не хочет рисковать. Смотрите, что он задумал. Вот это подлость. Он сейчас будет навязывать бой королевы. Королева будет хит-н-рань и пытаться убить рипера. Опа, все-таки пострелил одного дрона. А рипер будет пытаться отвести ее под мину. И если это получится, если королева сделает этот шажочек, осталось ей совсем чуть-чуть пройти, посмотрите. то будет минус квина. Готовы четыре гиллиона. Отстраиваются еще три. Риперы должны сейчас, мне кажется, атаковать... Атаковать Роуч Варен, строящийся, для того, чтобы спровоцировать королев на выход. Для того, чтобы взорвались они все-таки на мини. Но тут у одного королевы уже сто энергии, она два раза может подлечить, что бы там ни было. Так-так-так-так-так-так, врывается стрелок. Пытается в фокусе прежде всего ту королеву, которая больше всего энергии. Получается, королева очень сильно проседает, приходит в виду еще одна. Минус королева. Появляется несколько зерлингов, сгирить вместе с гиллионами не оставляет их шансов. У них все еще нет грейден скорости, у зерлингов имеется в виду. Поэтому убивать их это одна радость. Сплошная. Падает вторая королева. Только первый гиллион сейчас упал. Сейчас приедет еще куча гиллионов. Ой-ой-ой-ой. Минус все королевы. Заказано 9 раканов, но гиллион начинает нажигать теперь уже дронов. Рипер им помогает. И всего-навсего 2. Тем не менее, продолжают они постреливать. Появляется еще несколько зерлингов. Ничего не могут сделать. Риперы пытаются отфокусить спорку. Не-не-нет. Не следит за ними сейчас стрелок. Стрелок пытается выжечь как можно больше, прежде всего, рабочих. О, наконец-то риперы тоже были задействованы. И убивает 20 дронов с самого начала игры. Минус 3 королевы еще. И, как мы видим, 700 ресурсов потерял стрелок. И почти 2000 потерял только что сливка. Вот она, цена раннего пула. Теперь у него все у нас 31 дрон против целых 45 свишек. Так, минку видим. Минку видят. Разминировали. Уничтожили. Все в порядке. Приезжает еще 4 гиллиона. И еще, и еще. Мерфек даже бежит вперед. Готов первый танчик. 3 фэктори есть у стрелка. Есть один арсенал. Можно делать апгрейд на атаку. Смело. А-та-та-та-та-та-та-та. И посмотрите, что творит сливка. Он заказывает нидус. Стрелок сразу же это замещает. Моментально реагирует. Переводит его танки. И нидус строиться не успеет. Вот это я пропустил. Конечно, так пропустил. Нидус. Прикольное, конечно, решение. Но стрелок в такое впечатление, что был готов. Я не был готов, а стрелок готов. И сливка сдается. Он понимает, что при таком минусе, что так сильно отставая от своего соперника, и если нидус не пройдет, шансов у него просто-напросто нет. ГГВП. Счет становится 1-1. Так, у нас третья игра. Перед ней очень коротенькая рекламка. И ждем приглашения. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Как я говорил, реклама не особо длинная. Третья решающая игра за выход в финал. Кстати, турнир Формат турнира Не Правильно выразить свои мысли В общем, давайте Скажем прямо как есть У нас только один приз Его получит только один человек Нужно обязательно выходить не просто в финал А брать первое место Второе место ничего не получает Как это не обидно Так что очень желательно выиграть Эту игру в первую очередь Ну и потом уже оформить Best of 5 В следующей партии Посмотрим, кто у нас пройдет в финал В любом случае у нас будет как минимум Интерн И возможно будет ТВТ А может быть ТВЗ Посмотрим Я конечно хотел бы с одной стороны Видеть не зеркальный матчап То есть хотелось бы видеть ТВЗ Но с другой стороны Стрелок сейчас это игрок моей команды Игрок команды Na'Vi Поэтому конечно же буду болеть за него Однако пока что комментирую конечно же нейтрально Сливка конечно же играет через Fast Expand В прошлой игре он сыграл быстрый пул И мы видели чем это для него закончилось Кто же знал, что там будут риперы Столь рано Кто же знал, что стрелок не будет делать Fast Expand Так, на этот раз Женя открывается через газ Барак А значит сейчас сразу же будет строиться факторочка Да, и реактор Вначале отстраивается морпеха Потому что газа не хватает В любом случае Пехотин успеет достроиться Как раз когда появится 50 газа Даже чуть больше будет Но столь быстрый газ Можно говорить о многом Во-первых, конечно же это может быть Передроп Конечно же это может быть банши Может быть конечно же еще что-то вроде Старый добрый стратегии 1-1-1 Но я в этом случае сомневаюсь Хм, а он никаких передропов у нас не будет Стрелок убирает с газа всех рабочих Значит он удовольствоваться будет за ними только гелионами Может быть холбатами Скорее всего гелионы Гелионы побыстрее Закрылся я проход Тремя суплай депо Вернул одну сивишку на газ Прежде всего сейчас настроен Конечно же добывать минералы Заказываются гелионы Сразу же 2 И команд центра надо делать снизу Сливка взлетает На натуральную базу Своему оппоненту Не видит команд центра Вот сейчас он его увидел Увидел, что он ставится Довольно-таки поздно И значит надо делать защиту Вот сейчас действительно нужно Заказывать себе Третью и четвертую королеву Что Сливка и делает Есть четыре с зернигом Можно именно вот тут заблокировать проход Королеву не встречать Неприятеля Вот здесь Очень хорошо было бы Кинуть сейчас криптумор Где-нибудь вот тут Но Сливка предпочел Кинуть инъекцию Мне кажется зря В данном случае Лучше бы криптумор поставил Потому что гелион уже здесь И надо быстро перемещаться С зернигом Но зерниги стоят Очень даже удачно Встречают гелионы Гелионы никак не могут Проехать дальше И Стрелок чуть не потерял Только что в одном из них Увидел что появилась вторая королева Отъезжает в сторонку Хотя попытался вначале вроде как Двинуться в сторону рабочих Заказывается все больше и больше дронов У Сливки Но тут гелиона уже четыре Надо просто вот этого ранену Отвести в сторонку Что и делает Стрелок Сжигает поставленный криптумор Чтобы зерниги там быстренько не передвигались Отстраивается саночка Перекапывается И Стрелок не рискует пока что проезжать дальше Да конечно там три королева Поэтому навряд ли получится Убить много дронов Отдавать гелионов не хочется Как только потеряешь гелионов Так сразу же развяжешь руки Зергу Стрелок вместо того чтобы Отдавать карту Зергу Заказывает себе третий команд центр Причем сразу же на ресурсах Очень смело Удавляет себе второй газ Отстраивает себе больше и больше рабочих И настроен судя по всему на макроигру Первые две минки уже прибежали Закапывается возле зерга Побежали еще две миночки Сливка отстраивает себе лейр Добавил еще плюс две газилки Ну и наверное будет играть с тараканов Хотя может быть и мутылицки будут у нас Так 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 Рабочий поехал ставить третью базу Не тут-то было Минка сейчас судя по всему убьет гелиона Нет гелион умирает от рук дрона Дрон загрыз гелиона Это шланда же Но минка покарала его Так добавляется таракана Все правильно Как только достроится лейр Конечно же будут заказаны версиры Чтобы разминировать все эти пакости У стрелка появляется уже третья робиталка Мы ждем когда он достроит себе дополнительные факторочки Пока что встроит только одна И заказан арсенал Но нужно и больше Нужно еще как минимум две фактори И в принципе барак мог бы делать Теклабы Реакторы Вот прямо сейчас Заранее Четыре газа уже есть у стрелка Неплохо Бэнк Удачный выстрел для мины Убивает она сразу четырех зерлингов Правда это не совсем то Что рассчитывал сейчас Женя Убить одного дрона Убить одного И убить четырех зерлингов Ну это лучше чем ничего Согласитесь Все минками можно отступать назад Ясно что уже есть лейер Появляется версир Все дальше дальше пробегает Криптумары А мулы накидываются Конечно прежде всего На третью базу Поскольку это самая Незащищенная база Поскольку Ее очень легко Может сейчас отменить зерк То нужно выкачать Как можно больше минералов Газ Женя не ставит И правильно делает Потому что Ну слишком уж Это будет ненадежно Ух Как минка долбанула А вот минералы Мулы качает Вполне успешно Потеря мулов Ничего не значит для терна Нет конечно же Не приятно Что они сдохнут Не выработав полный ресурс Но не страшно Не смертельно Делается апгрейд на атаку Появилась Третья появилась Четвертая Фэктори Правда Все таки надо было Реактор делать На бараке Потому что 60 секунд сейчас теряет стрелок Ну 50 Хорошо Все равно много Сливка разминирует Все три мины Ничего при этом Не теряя Так Гелеоны хотят добить Таракана И у них навряд ли Что-то получится А минка успела убежать Надо же Не Кое-что у Гелеонов Получается Они теряют одного Своего друга Подкосывают таракан Еще сильнее Теряет Стрелок Еще двух Гелеонов Таракан жив У таракана Остается два хитпоинта Но он идет в атаку Еще одна минка Закопана Впереди Я думаю Что сливка Ничего не потеряет Стрелок добавил Себе Тора Вот это неплохо Отстраивался Четвертый Команд-центр Тоже круто Продолжает Накидывать Мулов На Ниндзи Эксп И Сливка Пока что Даже не проверяет Только-только сейчас Поставил Третью базу Себе Зерк Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой Тут только что Очень неплохо Выстрел сделали Минки Сбили одного Оверлорда Пытается уничтожить Еще одного Оверлорда Сейчас стрелок Не получается Делается Передроп Тараканов Их не так много Но они есть Они уже на мэне Появляется Еще один танк Он успеет Сделать один залп Хороший залп Сразу же Холбат Помогает ему Еще второй залп Отлично Холбат Сразу же убивает Несколько Траканов Траканов Проходит в Осивишках Убивает их Несколько Но Вы знаете Когда у тебя есть Три орбитальные станции Строится еще Одна Я думаю Стрелку Не особо Осивишки Эти нужны Очередные Неплохие выстрелы Делают Минки Траканов Пробивает проход Пройти дальше Не могут Просто Суплай блок Пока что возникает У Стрелка Стрелок Перераскладывает танчики На всякий случай Увел рабочих вперед Не нужно Ооо Йо-йо-йо-йо-й А Траканы пока улетали Нашли здесь Ниндзиксман Притем Стрелок Видите Уже газ Даже тут построил Он уже надеялся Что эта база Будет жить Но не тут то было Ладно Сейчас сделаем Планетарную крепость Минки сбивает Оверлордов Стрелок восстанавливает Суплай депо Ставится пауза Давайте быстренько Посмотрим Что есть у Зерга У Зерга Есть апгрейд на атаку Делается второй Апгрейд на атаку Добавляется Еще две газилки Остраивается Инфестэшн Пит Траканов Много Целых 30 штук Рабочих мало 60 против 58 У Терна Мешает немножко Вот этот оверлорд И даже не так Уже немножко Женя Засаживает Команд Центра Накидывает сюда 5 мулов Один таракан Конечно убьет Этих мулов Но не успевает Принести Какое-то Какое-то количество Минералов Что самое главное Еще один передроп На этот раз С аверсирами Стрелок готов Стрелок ждет Этого десанта Десант понимает Что Сюда лучше не высаживаться Если высадишься Будет очень плохо Тор делает несколько залпов Ничего не убивает Просто накоцает Немножко оверлордов Здесь команда В центре Поднимается воздух Поскольку блокировалась Эта база Стрелок берет себе Базу здесь Нужна планетарочка Можно ее делать Просто не хватает Газа Не хватает минералов Рядышком находятся Три свишки Достраиваются Два газа Можно сейчас Будет перевести И нужно будет Обязательно В порядке Перевести рабочих Ну пока Газилка Заработает полноценно Это уже хорошо Лимит стрелка Вырастает до 150 До 160 Лимит Сливки 170 Замечает он сейчас Мне кажется Планетарную крепость Да он замечает Что тут планетарка Делается Сразу же Ссылает туда Карательный отряд Тараканов Ну а тараканы Выбили здесь Сейчас наверняка Будут накиданы Мулы уже В эту позицию Планетарка Достроится Ну судя по всему Не нужно ее достраивать Лучше отменить И взлететь в воздух Стрелок Стрелок Отдает свою Планетарную крепость Даже не стал отменять Не стал взлетать Не стал ничего делать Собирает свои войска Выходит в центр Лимит у сливки Уже 200 Стрелка Только 174 Загидриски Начинают у нас появляться Сливка Отстрелил себе Четвертую базу Стрелок должен был Где-то сделать Передроп Геленов Но я что-то Не вижу Этого передропа Даже не знаю Сделал он что-то Или нет Викинги Плюстор Потихонечко Забивает все больше И больше овернордов Стрелку надо быть Сейчас очень осторожным Чтобы не встрять Он начинает заранее Раскладывать свои танчики Убивает еще больше оверов И должен конечно Заметьте вот эту базу Должен выделить сюда Несколько Хелбатов Восстанавливает Свою ниндзя Третью базу Сделал передроп На мейн Увидел что тут Вылетели Несколько Вайперов Но это не страшно Продвигает все все дальше 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 Принимает бой Вроде как сливка Нет Пока что Именно что вроде как Никакого сражения Пока что не происходит Танки делают Несколько удачных залпов На халяву Хелбаты заходят Рабочих здесь Почему-то не хотят Заходить рабочих Вон там Но сейчас стрелок Обратит внимание Да И у сливки Очень большие проблемы Он потерял Достаточно много Рабочих Значит не может Добывать ресурсы Если обнаружить Еще вот эту базу А сейчас стрелок Должен будет заметить Что гидровистки вышли Откуда-то сзади Направит хелбатов Еще сюда И рабочих Тут тоже подменяет Сливки надо Обязательно выигрывать бой Он вылетает вайпер Умирает один вайпер Умирает второй Успевает поставить Одно-второе поле Которое не особо мешает Пока что терну Стрелок может вообще Сложить эти танки Отступить назад Если захочет Но он не хочет Он получает атаку С двух сторон В итоге сливает танчики Лимит падает С 46 Но и сам он тоже Снес Достаточно серьезный Лимит Так, хелбат Сейчас найдет Эту хэчерид Он должен будет Выгрызать рабочих Заработал наконец-то Мейн У сливки Не работает Третья база И хелбат На Четвертый Начинает наяривать 9 киллс У него Идет за следующими Дроны отходят Сторонку Появляется гидролист Успеет он его убить Нет Смотрим потери Стрелок Но убивал 33 рабочих Потерял сам 17 По ресурсам Потери у нас Проблизительно Одинаковые Баз чуть больше У зерка Однако я думаю Количество ресурсов Было добыто Одинаково Ведь у стрелка Скорость добычи Чуть выше Хоть и база У него меньше Уже не готовы Апгрейды 2.1 У сливки Апгрейды Точно такие же 2.1 Для тараканов Гидролистками Вайпера Отгрызает себе Куски энергии Еще Уничтожая Эволюционные камеры Мейн заканчивается Как у думала Так у другого игрока И конечно же Надо сейчас Ставить Доп Нычки Еще раз Евгений Сказывает Здесь командный центр Но его прекрасно Видит Аверлорд Так что База не достроится Полетел передроп Полетел передроп Видит что Как раз в сторону Сюда выдвигается Армия Надо отменять Этот командный центр А одновременно Идет еще атака На базу номер 3 Вот это зря делает Сливка Судя по всему Не заметил Как далеко Прошли его войска Теряет очень много Тараканов Еще там Минка влетела Под конец Стрелок в ответку Умирает Стрелок в ответку Теряет сейчас Миндебаг И 2 хелбата Лимиты С новой стороны Нарвится до максимальных Женя до сих пор Пытается достроить Этот командный центр Конечно же Мы с вами знаем Что он обречен У него выжить Но к счастью Для стрелка Сливка напаст Слишком рано Сливки надо было Подождать еще Хотя бы Пару секунд Чтобы его добить А смотрите Как пользуется Этим моментом Женя Он сразу же делает Дроп на третью базу Выжигает рабочих А до времени На такую четвертую базу Убивает рабочих Еще здесь Выносит хетчери И идет дальше Сливка живет Только на одной базе Причем Она полудохлая Ресурсов практически нет Осталось в загашнике Еще 1000 минералов До 600 газа Но лимит Далеко не 200 Стрелок продвигается дальше Убивает слайперов Одного, второго Тем не менее Поля расставлены Танки Классно расставил Сейчас стрелок Гидролистки проходят вперед Нет тараканов Гидролы сами по себе Рассыпаются очень быстро И судя по всему Стрелок берет Вторую игру подряд Подходит еще несколько холбатов Высаживаются тараканы Прямо над голову танка Но танки долбят По гидролисткам Гидролистков все меньше Меньше Остается последние Четыре Сюда еще закапываются минки Неужели не сделать залп По воверлордам Как это будет больно Да, влетают мины воверов И викинги должны их добивать У сливки все равно лимит Вроде как Возможно сделать до 200 Но Сам лимит упал До 94 Потеряна еще одна хэтчер Построилась Ниндзя Баса Добывается ресурс Хотя бы здесь Уже хорошо Но чем останавливать Войска Террена Непонятно Лимит 150 Против 88 Стрелка просто-напросто В два раза больше Он заказал себе Два команды в центр Будет брать еще одну нычку Очень неплохо Сливка перехватывает Дотекание Убивает два танка Теряет только одного Гидролизка Жень перегруппировается Ступает назад Сделает десант На натуральную базу Выжиг рабочих еще здесь Сливка Сливка Просто-напросто Не знает Где ему принимать бой Везде есть стрелок Везде он маневрирует Везде он Очень эффективно сражается Танчики отступили Сейчас их можно будет Вышинить Тем временем Три холбата Находят хэтчери Делают один залп И у хэтчери Уже 1200 хитпоинтов Так Надо было дронов Наверное постараться Отфокусить Ну да ладно Гидролизка Отбивает эту базу Здесь дроны Восстанавливают Добычу минералов Но надо еще добывать Конечно же и газ Очередной передром Все у нас в один холбат Он успевает убить Двух рабочих Правда конечно же Отбивает медовак И холбат точно так же падает Викинги отгоняют Здесь оверлорда Накидывается сразу же Миллион мулов Переводится с ТВ Заказывается планетарная крепость Здесь надо сделать Наверное еще одну И закупана минка На всякий случай Две планетарные крепости Для уверенности Что эту базу Пробить не смогут Зерга уходит вперед Тут рядышком Расложенные танки На эту базу ломиться Ну точно уж Нет смысла Женя видит все это Волгаряка Потому что контролирует Башню Солонага Пытается перехватить Зерга И у него это получается Моментально убивает Одного тракана Второго Третьего Нет третий Выживает все таки Убили холбат Викинги убивают Агувера И в целом Мы с вами наблюдаем Полную доминацию Стрелка Он убивал На 7 тысяч Больше У него Работают сейчас Две базы Вроде как У Сливки тоже Работают две базы Но на самом деле Вот эту базу Тяжело называть Полноценной Отстраивается Появится Через 50 секунд Очень Поздненько Женя Посмотрите Как укрепляется Заказывает еще одну Планетарную крепость Кругом по планетарочке А то и по две Еще один Комоцентр заказан Появляются апгрейды Уже готов Третья на атаку Сейчас появится Вторая на броню Плюс Делается Грейды Викингам Можно было Кстати говоря Сделать еще апгрейды С Даницем Ну почему бы нет Просто-напросто Плюс две брони Пригодится же Деньги есть Есть Лимит 200 Да Так чего же стесняться Минки закапываются Это уже плохая новость Для Сливки Очень быстро Стрелок убивает базу Сливка пытается Контратаковать Добавил себе Караптеров Чтобы сражаться Под фикингам Ну тут планетарная крепость Здесь миночка Минка стреляет Очень сильно Находится на гидролистке Гидролистки сразу падают И Хоть и пробивает Планетарную крепость Здесь Сливка Но он понимает Что ничего не может Поделать со своим соперником Лимита у него В три раза меньше Шансов поставить Дополнительную базу Уже никаких нет И Это просто дело времени Когда Стрелок Соберется своей армадой И сбреет его с карты Итак У нас ТВТ в финале Стрелок С счетом 2-1 Проходит в финале Нам остается только посмотреть Кто же вышел С другой стороны Браток или Финал у нас начнется Уже очень скоро